Добрый вечер, друзья, гости нашего города, все здесь собравшиеся. Я, наверное, еще года два тому назад не мог себе представить, что я могу заниматься такими вещами. Я бизнесмен, всю жизнь занимаюсь бизнесом, коренной харьковчанин. И большую часть своего детства я проучился в Англии, в Америке. Такой очень прозападный человек, был очень далек от украинской политики. Но впитав культуру западных мыслителей, таких как Локк, Черчилль, Адам Смит и многие другие, ты прекрасно понимаешь, что самое важное, что есть у любого из людей, это его внутренняя свобода, право выбора, право самому быть хозяином собственной жизни. И Украина, я надеюсь, заплатила, к сожалению, очень большую за эту цену, но, надеюсь, извлекла из этого очень большой урок. И когда произошла эта революция на стыке 2013-2014 года, я принял для себя решение сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь своей стране. И в этот период ранен Игорь Иванович был первый замгубернатора, и я с ним встретился, рассказал о своем видении, я очень благодарен ему, что он меня поддержал, поверил, и после этого, когда он ушел в администрацию президента, я стал работать с Александровной Светличной. Мы создали общественную организацию, задачу которой на всевозможных уровнях продвигать Харьковский регион. Знаете, Черчилль любил говорить такую фразу. Любой человек может иметь все, что он захочет в этой жизни, если ему все равно, кто за него это сделает. Очень важно, чтобы каждый человек делал то, что он умеет делать лучше всего. И когда ученые, которые должны заниматься более высокими вещами, начинают искать инвесторов, либо продавать свои какие-то там работы, то это как минимум, ну извините, безграмотно. И таких примеров можно привести очень-очень много. У нас нет культуры, понимания, как работать с западными инвесторами. Если она и есть, то она очень зыбкая, слабая и очень примитивная. Но потому что, как любой бизнесмен, для меня главное это не процесс, а результат, я не заинтересован в косметике, я хочу фундаментальных изменений, то выбрали мы три главных направления, которые в нашем понимании должны по-настоящему фундаментально изменить нашу страну и начинать мы будем с Харьковского региона. Первое направление, о котором было сказано, это создание офиса в Вашингтоне. Это было сделано не просто так. Знаете, в 19 веке, в викторианскую эпоху была очень знаменитая фраза. Тот, кто может доминировать обеденный стол в Лондоне, может доминировать весь мир. На стыке 20-21 века не нужно быть гением, чтобы прекрасно понять, что львиная доля стратегии мира решается в Вашингтоне. И тот, кто может доминировать обеденный стол в Вашингтоне, тот может по-настоящему работать в этом мире. И наша цель сделать так, чтобы Харьковская область могла по-настоящему развить настоящие отношения и достигнуть реального результата, работая с американским бизнесом, работая с американскими научными центрами, институтами. Мы провели очень тяжелые, плодотворные переговоры с рядом американских организаций, с лоббистскими компаниями. Все это делается за частные средства о том, чтобы создать в Америке настоящее представительство, которое создаст такие рычаги и такие механизмы, которые позволят развить наш регион. Как в социальном плане, в культурном, экономическом. В этом можно очень долго говорить. Я понимаю, что все уже устали, поэтому буду в Макещах очень краток. Это первая вещь из трех, о которой я хочу Вам рассказать. В рамках этого офиса будет доставляться гуманитарная помощь, будут создаваться торговые миссии, будет проводиться очень тесная работа с бизнес-ассоциациями в различных направлениях и в первую очередь в энергосберегающих вещах и отраслях. Второе направление, которое в нашем понимании может по-настоящему изменить страну, то, что изменит всю жизнь Украины, это имплементация электронного правительства. Под электронным правительством я понимаю не только электронный документ оборот, а я понимаю всю автоматизацию процессов и все возможные виды услуг, которые предоставляет государство. Как мы можем говорить об инвестициях в Украину, когда для большинства западных настоящих инвесторов нет прозрачности налогообложения или когда непонятно, как работает таможня. Этого сделать невозможно, если эти вещи не реформировать. И один из главных рычагов этого – это именно имплементация электронного правительства. Мы привлекли и привели очень платформные переговоры с компанией Portis и с их девелторскими партнерами в Британии, компанией EGov, о том, что они создали платформу, которая будет имплементирована в Харькове, как в пилотном регионе, в Харьковской области. И потом дальше она будет передана через инструменты Кабмина государству. Все это будет бесплатно, безвозмездно, передано нашей стране под их четким контролем. Все это сделано за абсолютно частные деньги. В Харькове в пилотном, в тестовом варианте электронный документ оборот, как маленькая часть электронного правительства, начнет работать до середины октября. Идет речь на уровне облгосадминистрации, на уровне департаментов, управлений и отделений. Кроме этого, будут представлены еще три продукта, кроме электронного документа оборота, которые будут тестироваться в Харькове, и которые должны кардинально изменить жизнь нашей страны. Первое и, наверное, самое важное, о чем, кстати, говорил премьер-министр Эстонии, это продукт по национальной регистрации граждан. Это та вещь, которая кардинально должна изменить устройство нашей страны. Я приведу краткий пример и пойду дальше. Например, приходит наш, допустим, гражданин в банк, у него есть свой номер регистрационный, банкир его вводит и получает всю информацию о его банковской истории. Приходит гражданин на прием к врачу, вводит свой регистрационный номер, врач вводит регистрационный номер и получает всю историю об этом человеке, его больничную историю, его медицинскую историю, но он не имеет доступа к его финансовой, банковской истории и так далее. Таким образом, постепенно мы сможем интегрировать и объединить все разнообразные структуры направления нашей страны в один целый организм, тем самым увеличив скорость, прозрачность и понимание. Это система национальной регистрации граждан. Третий продукт, это, кстати, то, что я слышал, говорил замминистр, это тоже будет очень полезно для школ, это регистрация государственного имущества. Это очень больная тема, она связана с тем, что когда, допустим, солдат получает ранение в АТО, наши органы власти, они не знают, где находится в самом ближайшем месте то медицинское оборудование, которое нужно конкретно этому солдату. И зачастую солдата везут за 500-600 километров от поля сражения, потому что там точно это есть. У нас нет общей базы, у нас нет понимания, понимания, какое, в какой больнице находится оборудование. Это касается на самом деле не только медицины, просто это очень острая проблема, и Дмитрий Шинкев очень сильно это подчеркивал. И третий продукт, это регистрация государственного и негосударственного имущества. Это касается всего больниц, школ, детских садиков, пожарных отделений, милиции и так далее. И четвертый продукт, это система регистрации и управления переселенцами. Чтобы любой переселенец мог, попадая на новое место, получить максимально быстро и доступно всю информацию, которая этому человеку требуется. Я приведу просто краткий пример. Например, мать-одиночка попала в Харьковскую область, она вводит небольшой код, она создает свой личный кабинет, и под критерием матери-одиночки, как только она загружается в этот портал, она получает сразу всю необходимую информацию напрямую о всех общественных организациях, а не только государственных, которые ей могут помогать. Она получит информацию о всех школах, о всех детских садиках, которые находятся в том районе, где она живет, о всех кружках для ее детей. Также в этой продукте предусмотрена прямая система платежей от общественных организаций, от международных доноров для переселенцев в случае необходимости. Это что касается электронного правительства. И третий проект – это мы закончили переговоры, и они шли очень долго, и компания Adam Smith International – это международная компания, которая занимается реформой таможни по всему миру. Она является одной из самых успешных. Она готова начинать работать как в Харьковской области, как в пилотной области, и в дальнейшем вести речь о реформировании всех таможен на Западной Украине и в Одессе. И Харьковская область – это будет одна из пилотных областей, где Adam Smith International начнет свою деятельность. Вот вкратце я рассказал о всех трех направлениях нашего агентства. Спасибо.